Семья. Ой, посмотрите, кто это у нас так рано встал. Ты, который ещё не ложился. Срочные новости. Коты изобретают вакцину. Коты борются с пандемией, чтобы люди наконец ушли на работу. Давайте поддержим котиков и поставим лайк, чтобы они скорее разработали вакцину. Правительство, работайте дома. Инженеры-машиностроители. Кота-машиностроители. Как быстро уснуть? Первое, проветрить комнату. Второе, лечь на кровать. Третье, начать в уме планировать следующий день. Четвёртое, неожиданно захотеть паштеты, посмотреть документальный фильм про стрекоз. Пятое, никак. Я в 21.00. Сегодня лягу пораньше, надо восстанавливать режим сна. Мой мозг в 2.33 ночи. Если Джеймс Бонд самый известный шпион, значит ли это, что он самый плохой шпион? Интересная мысля, подумаю над этим. Ночью. А-а-а-а. Успокойся и постарайся объяснить одним словом, что произошло. А. Закрой глаза. Помнишь, как ты говорила про свои любимые цветы? Пионы, ты запомнил. Не открывай глаза. Звук поедания роз. Они ж колючие. Моя собака. Я буду хорошим преданным другом. Почеши мне чуток за ушком. Мне этого на неделю хватит. Я буду просто на тебя смотреть и сторожить. Мой кот. Мне показалось, или ты бэканул. Воу-воу-воу, котик, полегче. Я всего лишь Алексей Сова, а это новый выпуск Мемозга с котиками. Хе-хе. Поехали. Как вас зовут? Соня. Вы откуда? Москва. Сколько лет? 18. Я Алик. Когда мой чехол придёт? Хм, наверное над всеми Аликами так шутят. Когда пришёл на приём к стоматологу. Так, четвёрочку подлечим, на пятый пломбочку поставим, бубенчики отрежем. Я больше не буду конфетки кушать, клянусь. С каких пор стоматологи отрезают бубенчики? Чё-то я теперь стал ещё больше бояться стоматологов. Вы кое-что должны знать обо мне. Я, конечно, не подарок, но извините, и праздник не каждый день. Я вполне уравнобешенный. Мало кто понимает меня, я тоже не особо врубаюсь. Неуравновешенное психическое состояние склонен к агрессивному неадекватному поведению. Одним словом, лапочка. Мама, я считаю до трёх. Я, это потому что ты не знаешь больше цифр? Мама, ты чё, мышь? Я, уже две секунды переписываюсь с кем-то противоположного пола. Моя семья. С кем это у тебя, Шуры-Муры? Сказочка про меня. Жила-была лень. И вот как-то раз, пришла она ко мне и говорит. Чё-то ты грустный какой. Давай тусить вместе. Вместе веселей будет. Ну, я согласился. Так и тусим с детского сада. Как меня забанили в паблике про котов. Они написали, что капуста очень опасна для котов. Кто-то спросил, чем именно. Я ответил, что капуста ввиду своей формы обладает повышенной котучестью. Может скатиться со стола и зашибить котика. Мне выписали вечный бан. За что? Хз. И правда, за что? Когда после карантина вылезаешь из своего бункера. Вот она какая. Наружа. Сколько кошек у нормального человека? У нормального человека одна-две кошки. Но это же кошатник. Нет, кошатник имеет 3-4 кошки. Но это же маньяк. Нет, у маньяка 5-6 кошек. Но это же странный человек. Нет, у странного человека нет кошки. Но это же нормальный человек. Нет, у нормального человека одна-две кошки. У меня пока одна. Я нормальный. Думаешь, общаться наречиями это нормально? Нормально. А я вот так не считаю. Странно. Да пошёл ты. Обидно. Так, все на месте? Паранойя, апатия, вон психоз, а где лень? Никто не видел лень? А вот она моя хорошая, еле-еле тащится. Работа на удалёнке превратилась в работу нон-стоп. И теперь в моменты, когда не работаю, я нахожусь в состоянии тревожности, что надо работать, а я не работаю. Прям замкнутый круг. Михаил Круг. Хе-хе. У котов есть только два настроения. Отойди от меня, смертный. Дай покушать, умоляю. Причём они могут меняться каждую минуту. Дайте 99 заварных пирожных. Брали бы уже 100. Ну и куда мне обожраться? Муж только что зашёл, сказал коту, какой же он клёвый и как он его обожает. Подержал его морду в руках, глядя в глаза, поцеловал его в лоб и вышел из комнаты. Я сижу рядом с котом. П. Приоритеты. Ну котики же такие милые, их так и хочется. Так за утюшкой, так за за ухи. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Согласны? Как вы относитесь к ночной жизни? Очень хорошо. А что вы предпочитаете? Бары, рестораны, дискотеки. Предпочитаю крепко спать. Мама, которая выключила Wi-Fi, теперь думает, что я пойду делать уроки. Я с мобильным интернетом. Шестилетний я ищу своё имя в гугле, чтобы узнать, знаменит ли я. Стол про три. Про четыре. Хватит, ты уже этим раздражаешь. Два дрожаешь. А пять. А шесть. Хе, прикольно, надо запомнить. Не сплю вторые сутки и чувствую себя в порядке. Ты налил кофе в тарелку и ешь его ложкой. Я сказал, я чувствую себя нормально. Подай соль. Ты будешь пить солёный кофе? Не стоит, котик, не стоит. Выписал сам себе штраф, чтобы они мне его не выписали. Современные проблемы требуют современных решений. А где вы видели, чтобы у нас в России вот так вот штрафы выписывали? Я вот не видел. Океаны. Создают огромные волны и сильнейшие грозы, чтобы не дать людям себя переплыть. Люди изобретают самолёты. Океаны. Ну и ладно. Когда слушаешь песню, с которой у тебя многое связано. Да у меня в принципе со всеми, наверное, песнями, которые я слушал, что-то связано. Но я вот часто листаю свой плейлист ВКонтакте и когда включаю какую-то определённую песню, я вспоминаю то состояние, когда я её заслушивал. Когда-то это радостное состояние, когда-то грустное. Ну в целом прикольно. Я вообще, когда новую песню какую-то узнаю и она мне нравится, я её заслушиваю прям до дыр. И, наверное, за счёт этого, потом, когда я её переслушиваю, я вспоминаю вот это состояние, в котором находился, когда впервые услышал эту песню. Не знаю, зачем я занудничаю, думаю, наверное, у всех так. Ладно, давайте дальше. Когда она не в настроении. Может чмок? Нет. Единственное, что помогает, вставать с кровати по утрам. Проснулся. Лень вставать. Да и смысл. Хотя минуточку. У меня есть кофе. Открою небольшой секрет. Кофе можно пить лёжа на кровати. Но лучше так, конечно, не делать. Не-не-не. Когда к тебе подселили наглого бессовестного опоссума. Эй, ты чего жрёшь мою еду? Он жрёт мою еду. Прекрати жрать мою еду. Он не прекращает. Сделай что-нибудь, он ведь и меня сейчас сожрёт. У кошек своё понимание комфорта. Да, мне так удобно. Она завалила стиральную машинку? А, не, походу стиралки такие и есть. Мне уж показалось, что она её завалила и жопкой вот так подпирает. Чтоб не упала окончательно. Зря ты, Саня, ночью на кухне пакетами шуршал. Я же тебе говорил. Минутка тусача от котика. Унц, 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 унц. Тутс, 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 тутс. Бамц, бамц, тарамц, тамц. Тыщ. Йоу, эврибадди. 50 рублей в детстве. 50 рублей сейчас. Я. У меня болит живот. Мама. У собачки боли, у кошечки боли, а у сыночка не боли. Все собачки и кошечки. В смысле? Карантин. Продлевают ещё на две недели. Я. Остановись ты уже, я скоро не выдержу всего этого. Я прям сейчас прочувствовал. Его боль. Мама. Папка-домашка, которая весит 54 гигабайта. Даже не хочу знать, что там у него. Даже не хочу знать. Повесил коту картину над лежанкой, чтобы приобщить к прекрасному. Честно признаться, я больше предпочитаю импрессионизм. В лотке. Не пойму проблемы, ты же хотела беспроводные наушники. Ну да, котик, теперь они беспроводные, но они, блин, не работают. 10% налоговая забирает. 13% вообще-то. А ещё вон слева пенсионный фонд сидит. Ещё свои 20% заберёт. Или сколько там? 30% даже, по-моему. Какая сволочь наблевала в моей кровати. Это не я, честно. А глазки-то забегали. Не понимаю, как вы летом спите под покрывалом или простынёй, а не под тяжёлым зимним одеялом. Сумасшедшие. Я вот сплю под обычным тёплым одеялом. Даже летом. А вы чем укрываетесь летом? Пишите в комменты. Интересно, чем люди укрываются? Я ж не один такой дебил, что сплю под тёплым одеялом. Когда котику слышал, что где-то зашуршали пакетом. Фурфавка? Где? Бздык! Вью! Когда пытаюсь быстро уехать на лифте в одиночку, но сталкиваюсь с взглядом с человеком, который не успел зайти. Я обычно стараюсь не сталкиваться с ним взглядом. Это я звоню маме, чтобы спросить, где взять красную воду для борща. Красную воду для борща. Угу. Такого мы ещё не слышали. Я помню, в мемасах было, что кто-то искал розовый майонез для селёдки под шубой. Но красную воду для борща это что-то новенькое. Используй компот, вишнёвый. Пятилетний я пытаюсь создать баланс между вкл и выкл света. Батя в туалете. А потом он попытается создать баланс между следами от ремня на твоём левом и правом полужопии. Я? Домашка на дистанционке? Да ладно, хорошо, что не штанга. Берегись, обнимашки летят. Что-то страшно от таких обнимашек. Маша, вставай. Наташа уже свои младки убрала. Мы тоже хотим. Хватит валяться. На пол упала, вот дезинфицирую. Бедный котик совсем проголодался. Мне надоело быть жертвой. Окей, Гугл, как укусить комара в ответ? Комары, которые работают в Гугле. Мой компьютер. Нужно установить обновление. Я? Установлю завтра. Мой компьютер. Мне кажется, ты врёшь. Ну ладно. Да-да, и каждый день откладываешь. Пока он уже не перестанет спрашивать и сам обновиться. Люди, слоны боятся мышей? Они что, не понимают, что он намного больше и сильнее? Так же люди, когда видят таракана. Наташ, ты спишь? Нерабочие дни отменили, Наташ. Только работать больше негде. А ещё налоги вернут самозанятым за 2019-й. Остальное непонятно было, но маски и перчатки нужны. У тебя есть? А деньги на них? Не знаем, Наташ, вставать тебе или не вставать, честно. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Не забудьте поддержать этот ролик лайком, если любите выпуски с котиками. А также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И обязательно зацените другие мои выпуски с котиками, у меня их уже очень много. Есть даже часовой выпуск мемов с котами, которые я собрал из лучших мемасов за 2019-й год. Так что, друзья, заходите на канал, пошарьтесь там хорошенько, выберите, что вам интересно и посмотрите. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Пока-пока. И третий раз на счастье. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!